очень многие специалисты к которым вы обращаетесь например когда вы говорите что ваши отношения зашли в тупик я не знаю что делать с этим мужчиной это может быть муж это может быть ваш любимый человек с которым в течение некоторого времени строили отношения вы обращаетесь к специалисту и спрашиваете что мне делать и специалист говорит вам а что если вам поговорить с ним и задать ему этот вопрос прямо в лицо вы попадали в ситуацию когда вы начинаете говорить с мужчиной вы распаляетесь еще больше разжигаетесь вам еще больше хочется говорить а мужчина все больше и больше замыкается да плохой совет совершенно верно или на совершенно верно да так поругалась со своим мужчиной да послушала совета да к этим правильно правильно это некомпетентные советы некомпетентные советы да все вокруг и говорят вы должны об этом поговорить сейчас это направление очень модно да 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 лора да хорошо отлично спасибо лора смотрите что происходит женщина делает попытку выяснить да узнать как ты ко мне относишься что ты думаешь о наших отношениях правильно что ты думаешь о будущем наших отношений да я с ним поговорила в итоге мы сильно поссорились помирились теперь он со мной не разговаривает примирились только на словах снова же послушала да 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 так послушайте я хочу чтобы вы понимали одно дело когда мы разговариваем да выясняем отношения с мамой или с подругой заметьте у нас разговор мы в деталях обсмоковываем каждое действие каждую боль каждую обиду да мы с удовольствием высказываем все друг другу правильно когда женщина женщине высказывает о своей боли обидах правильно но что происходит с мужчиной мужчина это не женщина мужчина по-другому воспринимает вообще сам факт существования разговора для того чтобы мужчина услышал вас нужна определенная среда отношений да 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 он понимает это как претензию да 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 совершенно верно да если мужчина сам предлагает поговорить о ваших отношениях и если вы готовы если вы готовы потому что следующий вопрос когда мы говорим что нужно знать прежде чем открывать какую-то тему и заговаривать об отношениях нужно в первую очередь понимать насколько выстроены ваши отношения есть очень важная вещь которой пренебрегать нельзя не знаю вы сейчас услышите меня или нет есть отношения без любви например в браке когда уже женщина отмечает наши отношения зашли в тупик все это превратилось в бытовуху мы друг другу уже даже не интересны и женщина уже ищет по сторонам или отношения в любви там где есть только умоповрачительные значит сексуальные отношения близости эмоции вы понимаете что нужно понимать нужно научиться понимать о чем говорить потому что знаете я это сравниваю со следующим вот скажем так когда адвокат предупреждает вас или там за границей да слышали реплику адвокат всегда осторожно значит давайте показания потому что каждое высказанное слово может сыграть против вас то есть нужно понимать что нужно правильно обсуждать ту или иную тему для того чтобы быть услышанными снимать своей табельки неизвинения да некоторые единица я беру все это варианты представительноеHere нам нужно поговорить да 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 divorced он южную хорошие aran чтобы И, скажем, и женщину тоже. Почему? Потому что сам факт разговора говорит о том, что что-то не так. Да-да-да-да, я понимаю, о чём вы, да, Лора. Но это я вам объясняю, что и с мужчиной то же самое происходит. Мы на других прямых эфирах поднимаем этот вопрос. Как происходит, что говорит мужчина, как он реагирует, что с ним происходит. Мы сейчас не об этом. Мы сейчас вообще о вреде курения. Мы сейчас вообще о том, как язык становится нашим врагом. Как то, что мы сказали, и это уже птица вылетела. И всё. И мы себе потом пытаемся, я не знаю, язык отрезать. Чтобы только замолчать и всё. Так вот, чтобы вот эти ситуации не происходили, нам нужно понимать, что нужно делать, чего нельзя. И чем чреват ты наши попытки объясниться и поговорить. У кого я знаком, да, мне спрошу, все их мужчины себя одинаково ведут. На чайле лапши на уши навешают, да. Пятна обещают, а потом говорят. Чего ты пристала ко мне со своими вопросами? Я тебе ничего не обещал. Как это не обещал, если обещал? Смотрите, Кэти, для того, чтобы не попасть в эту ситуацию, которую вы сейчас описываете, женщина должна понимать правила взаимоотношений. Поэтому у меня единственное к вам, так скажем, предложение приходить учиться на программу «Теория любви». Только это вам ответит на тот вопрос, который вы задаете. Потому что нужно понимать, очень многие вещи нужно понимать, что происходит. Чтобы не оказаться использованной в отношениях, то, о чем вы сейчас пишете. И многие женщины так и попадают, они использованы в отношениях. Вот в этом смысле вы должны понимать и приходить учиться к тому, как строить отношения. Но мы сейчас затрагиваем и те вопросы, где сам мужчина вовлечен в отношения. Сам мужчина вовлечен. И то, как женщина в попыхах, уже в состоянии нетерпения, в состоянии конфликта, она не может молчать. Она переполнена чувствами и пытается выговориться. Выговориться, да? И что происходит? Почему женщина не может терпеть? Что заставляет ее говорить те вещи, от которых она потом сама пугается? Что? Неопределенность отношений. Правильно? Неопределенность отношений. Женщина как газовый баллончик. В ней вот эта недосказанность. Утомительные ожидания, которыми она переполнена. Внутренняя боль. Да, да, да. Достигает до точки кипения. Да. Непонимание, что происходит в отношениях. Да. Страх перед будущим. Страх потери этих отношений. И все это женщина доводит до состояния... Ну уж сказал бы уже и закрыли тему. Все. И не мучил бы меня долго. Правильно? Это то, что происходит. В итоге, что происходит, когда женщина, или женщину учат, иди с ним поговорим, выясни отношения, пускай он тебе скажет, что он о тебе думает, да. В итоге получается, что женщина обостряет конфликт. Обостряет конфликт. А почему? Почему обостряется конфликт? Как вы думаете, почему конфликт обостряется тем, что женщина пытается расставить точки на И? Ну хорошо, я вам скажу. Потому что мужчина под давлением ничего предпринимать не будет. Вы должны это понимать. Даже если он жена на вас. Даже если вы долгое время в браке. Даже если он вам когда-то признавался в любви. Вы должны это понимать. И понимать, что разговор, который нужно провести, его нужно провести грамотно. Во всяком случае подготовиться. Подготовиться и понимать принципы. Вопросы, ответы. Что говорить, как говорить. Правильно? Прежде чем сделать лишь бы что, подумайте, остановите себя. Обратитесь к специалисту за нужной информацией, нужными знаниями. Получите для себя нужную информацию, прежде чем испортить какие-либо отношения. А может быть, вам удастся все-таки отношения сохранить и вылезти на новый уровень. Есть ли жизнь после подобных разговоров по душам с мужчиной? Я вам скажу следующее. Какой алфавит из иностранных языков вы знаете? Немецкий. Знаете? Итальянский. Алфавит. Только алфавит. Итальянский. Алфавит. Да? Допустим, вы знаете несколько слов на итальянском языке. Правильно? Какие-то фразы. Вы знаете алфавит. Если вас сейчас попросить написать историю о любви на итальянском языке, вы справитесь? Вы справитесь с учетом того, что вы знаете только несколько слов, несколько фраз и алфавит? Вы напишите красивую историю о любви? Так вот, здесь то же самое. Для того, чтобы проводить с мужчиной разговор и выяснять с ним отношения, для того, чтобы вам было это, для того, чтобы мужчине это было в той форме изложено, как надо, чтобы он вас услышал, понял, и чтобы ваши отношения стали лучше, Вот для этого, ну, недостаточно знать только алфавит, для этого нужно знать грамматику, для этого нужно иметь представление о том, что это такое вообще язык, иметь школу, иметь знание, иметь понимание того, как вы излагаете свою речь. Как? Как? Вот то же самое. Это язык любви. Его нужно понимать, его нужно знать, а этому нужно учиться. Этому нужно учиться. Мы понимаем, что если хочешь чего-то хорошего, качественного, ну, так в этом смысле нужно понимать, что это на дороге не валяется. Над этим нужно работать. Все люди, которые хотят быть счастливыми, все люди, которые хотят правильных отношений, они изучают правила отношений. Никто не может сказать, вот, примите меня такой, какая я есть, любите меня, а дальше будь что будет. Вот и получается, что будь что будет. И сейчас как раз мы подходим к той теме, когда все женщины, чуть ли не как одна, все говорят об одном. Так, думаю, многие мечтают влюбиться, но не все готовы. Не все, нет, они так же хотят быть любимыми. Ага, думаю, что мы влюбляемся по неволе. Ага, 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 хорошо, 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 но как-то я не вижу ответы. Не все, как бы, можно принять за ответ да, да, да. Прошу новенькие, все, кто учится у меня, пожалуйста, сидите в затишье. Пишите себе в конспекты и задавайте мне эти вопросы на вебинарах, но не здесь. У нас здесь другая цель, у нас здесь такая, так скажем, общеобозревательная. Мы здесь не учимся, мы здесь понимаем, насколько, женщины здесь начинают понимать, насколько необходимо получить квалифицированные знания, специальные знания по вопросам взаимоотношений и любви. Влюбиться хотят, трудиться после того, как влюбиться не все. Может и хотят, но боятся. К чему это приведет? Вот, вот, опять Елена, видите? То есть вы считаете, что мужчины боятся влюбиться, правильно? Потому что боятся результата, к чему это привезет, правильно? Думаю, мужчина влюбляется не в женщину, а в то состояние, которое в ней испытывает. Лиза. Почему тогда он не, скажем, не сохраняет в себе то состояние, которое к ней испытывает на протяжении всей жизни? Вам встречный вопрос. Сейчас модно быть полигамным, боится быть не в моде, боится ответственности за серьезные отношения. Да, 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 да. Да. Теперь я вижу, что со мной в диалоге новички. Да, это уже наша проблема. Смотрите, как вы думаете вообще, как мужчина может жить без любви? Ха-ха, поймались. Вопрос на засыпку. Вы думаете, что мужчинам интересно жить без любви? Работа? Я не знаю, поспал, поел, оделся, побежал. Но, да, вы считаете, что мужчине достаточно физиологических отношений, секса и все? Еще как может. Современный мужчина больше себя любит и свой комфорт. Вы знаете, я помню себя в вашем состоянии. Его любит мама, друзья, у него есть машина, крутая работа, вечеринка и разные девушки. Любовь вдохновляет мужчину. Да, Лана, спасибо, спасибо. Хорошо. В этом его стимул в жизни. В чем, Лиза, в этом? В чем? Потому что здесь разные комментарии шли. Любви, правильно, правильно. Дорогие мои женщины, все люди хотят любить и быть любимыми. Все люди на земле. Это основной закон человечества. Мы с этим пришли. Это наша программа. Мы обязаны выполнить эту миссию. Мы должны найти себе партнера. Каждый из нас, и мужчины, и женщины, найти партнера, с которым разделяем любовь настоящую. Понимаете? И богатые, и бедные, и умные, и глупые, и устроенные, неустроенные, и успешные, и неуспешные. Все озабочены этим. Ну, за исключением, конечно, опять-таки, если мы говорим, что у человека потребность покушать или согреться, иметь какую-то крышу над головой, то тогда его вот эти самые необходимые первые потребности будут в приоритете. Жизнь в СНГ экономическая, сложная. Он, возможно, не хочет материальной ответственности за семью, а любви хочет. Все хотят. Да-да-да-да. Да-да-да. Хорошо, хорошо. Смотрите, смотрите. Дело в том, что когда мы, женщины, понимаем, что мужчина хочет любви, и если мы правильно с ним устроим отношения, если этот мужчина будет заинтересован сохранить отношения с любимой, почему бы вам не стать той, которой он заинтересован? Сложный вопрос. Я знаю, что вы делаете все попытки для того, чтобы этого достичь, но вы поймите, что ваши попытки на сегодняшний день тщетны по причине того, что ваша информация неэффективна и в каких-то случаях вредна. Если вот мы возвращаемся к вопросу эффективность, там, скажем, пользы и вред современной психологии, да, в чем ее неэффективность психологии? В том, что информация, которую вы получали до сих пор, неверна. Она не работает. И если говорить о той информации, которая работает и которая верна, это та информация по взаимоотношениям, где вы получите полную систему видения, как мужчина идет к своей цели, по зову сердца. Все мы знаем, что мужчина идет туда, по зову сердца, где его сердце. Так как вам стать той женщиной, которой он хочет нести свою любовь? В этом весь вопрос. Вопрос-то то, что вы еще такой не стали. К сожалению. Но я вас понимаю, я была на вашем месте. Субтитры сделал DimaTorzok